МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В прямом эфире программа Петербург – город решений. Меня зовут Юрий Щербаков. Здравствуйте. И последнюю встречу в этом уходящем 2021 году мы решили провести вне стен той самой родной телестудии на Чипогино-6, что на Петроградской стороне, а здесь в самом непосредственном центре Санкт-Петербурга. Но все же эти 50 минут мы проведем не только с настроем позитивным, праздничным, будем говорить не только об этой чудесной атмосфере, но и, конечно же, о том, как прошел 2021 год. Будем подводить итоги в самых разных сферах жизнедеятельности, начиная от политики, экономики, продолжая медициной, образованием, благоустройством и так далее. Ну и, безусловно, в нашей даже открытой студии мы всегда рады приветствовать экспертов. Их сегодня ожидается большое количество. И я предлагаю теперь обратить внимание еще на одну локацию в Санкт-Петербурге, которая, как нельзя кстати, характеризует и передает все то сосредоточение позитивных эмоций, новогодних праздничных настроений петербургцев и гостей нашего города. Речь о Манежной площади. Там проходит рождественская ярмарка, и там находится моя коллега, ведущая Лидия Вельба. Лидия, помните, мы с вами все мечтали и хотели, вот бы нам сообща провести эфир. И вот, что называется, под Новый год желание сбывается. Юра, да, желать-то мы желали, и желание сбывается. Но вот, честно говоря, очень неожиданно холодно оказалось. Видимо, я опрометчиво не посмотрела прогноз погоды. Но, тем не менее, Юра, да, действительно, если откинуть шутки, это замечательно, что мы вышли в такой вот нестандартный, нетрадиционный формат. И, честно говоря, вы же знаете, да, что на языке журналистов это называется поработать в полях. А поле у меня тут такое чудесное, Манежная площадь, одно из моих любимых мест в городе. Она действительно очень красиво украшена. Здесь недавно открылся каток, здесь уже работает ярмарка, здесь звучит музыка, здесь танцуют, здесь гуляет очень много народа, очень много развлечений для детей. Но, как вы верно заметили, несмотря на всю эту праздничную атмосферу, говорить мы будем не только о грядущем Новом году, но мы будем говорить еще и о проблемах, о серьезных вопросах, насущных, в том числе я жду в гости комитет по благоустройству и жилищный комитет. И разговор Манаж, конечно же, посвятим комфортной среде благоустройства и уборке города. Чуть попозже. Подводя итоги 2021 года, безусловно, большую часть этого года в студии мы обсуждали именно тему здравоохранения, тему медицины. Ну и неудивительно, вот уже два года почти мы живем в условиях пандемии, коронавирус то мутирует, то появляются какие-то новые подробности, вместе с тем большое количество и неправдоподобной информации, так называемых фейков, которые появляются в том числе и в СМИ, и в соцсетях. Но самое главное это уточнить, какая информация действительная. В этом плане мы всегда обращались и обращаемся к действительно экспертам своего дела. В данной ситуации я рад приветствовать в нашей открытой студии на Дворцовой площади председателя комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрия Лисоца. Дмитрий Геннадьевич, подводя итоги 2021 года, сказать, что он был сложным, да, потому что медицина по-прежнему работает практически в авральном режиме. Но сказать, что какие-то неожиданности были, вот здесь вот, корректно ли? Все-таки мы уже не первый год в условиях пандемии. Добрый день. Я могу сказать, что все-таки без неожиданностей не обошлось. Хотя мы и отработали 20-й год пандемии фактически полностью, за исключением первых трех месяцев, все-таки 21-й тоже не лишил нас сюрпризов. Мы рассчитывали, что пандемия фактически исчерпала себя к концу года, и мы с этим уже не столкнемся в 22-м, в 21-м, извините. Но, к сожалению, новый штамм вируса, дельта, мы помним, он определил существенный рост заболевших, и медицинским работникам пришлось, к сожалению, второй год многим работать без отпусков, без выходных, обеспечивая жителей города медицинской помощью. Но мне в преддверии Нового года, и елки за спиной, не хочется говорить только о грустном. Все-таки были и позитивные моменты, действительно, были неожиданности, но много опыта мы приобрели. Первый пункт, о котором хотелось бы сказать, это вакцинация. Я напомню, что заканчивая 20-й год, мы вакцинировали на тот момент всего лишь около 6 тысяч жителей города. Сейчас, встречая новый 2022 год, я могу сказать о том, что вакцинированные хотя бы первым компонентом уже без малого 3 миллиона людей. А это значит, эти люди могут спокойно встречать Новый год и быть уверены в том, что им не грозит заболевание. А если это случится все-таки, то оно будет протекать в легкой форме. Мне кажется, это основной результат. Еще один из приятных опытов. Вот буквально недавно, несколько дней назад, мы проводили итоги года по поводу госпиталя ветеранов войн, вернее, госпиталя корпуса трансформера. Ведь это был пилотный проект. Вот пилотный проект, у него два варианта. Либо первый блинкомом, либо удачный опыт. Как вы оцените этот опыт? Конечно, нет никакой загадки. Я думаю, ответ понятен всем. Это действительно то, чем может гордиться здравоохранение города, да и в целом город. Потому что и первый, и второй корпус, если мы говорим о госпиталя ветеранов войн, о корпусе, который был построен и открыт совсем недавно, с Ситилем Георгием, это ведь всего 6-8 месяцев упорного труда. Это крайне сжатый срок. И в результате мы можем предоставить отличные необходимые условия для оказания медицинской помощи одновременно примерно 800 пациентам. Естественно, это позволяет нам сохранить те койки, которые есть в городе для оказания помощи другим больным. Поэтому, безусловно, это замечательный опыт. И этот опыт будет растиражирован не только по Санкт-Петербургу, но, я знаю, другие регионы интересуются. Ну и, подводя черту 21-го, хочется узнать, какие планы, прогнозы в сфере медицины, в сфере здравоохранения, Санкт-Петербурга, города в целом и каждого в отдельности петербуржца. Вы, как председатель комитета, вы, как петербуржец, какие видите перспективы у 2022 года? Ну, во-первых, я могу сказать, что любой житель города может быть уверен, что в случае необходимости оказания ему помощи, Комитет по здравоохранению, медицинские организации, в целом медицинские работники сделают все необходимое, чтобы быть уверены в своем здоровье. Но я хочу пожелать нашим жителям чуть-чуть другого. Все-таки не ждать, пока потребуется помощь, не надеяться исключительно медицинских работников. Они, конечно, почти волшебники и, может быть, сделают все, что необходимо, и даже и больше, и сотворят чудо. Но все-таки основное правило для того, чтобы быть здоровым, не заболеть, а, соответственно, меры профилактики – это ключевое для того, чтобы уверенно встретить Новый год. А основная мера профилактики, как мы знаем, – это вакцинация. Вакцинация – это то, что мы проговаривали целый год, и меньше травматизма. Но это уже по поводу уборки города, это тема, которую мы затронем в продолжении нашего выпуска. Большое спасибо, что нашли в этой предновогодней суете время для того, чтобы пообщаться с нашими телезрителями, с нами, в частности, в рамках открытой студии телеканала «Санкт-Петербург» здесь, на Дворцовой площади. Ну и прямо сейчас, я думаю, самое время переместиться на площадь Манежную, на Рождественскую ярмарку, где у моей коллеги Лидии Вельбы есть свои гости, свои эксперты, и к ним наверняка тоже есть свои вопросы. Да, Юра, гости ко мне уже присоединились. У меня здесь председатель жилищного комитета и председатель комитета по благоустройству. И да, вот у нас тут звучит музыка, и народ гуляет, и очень весело. И даже как-то странно, казалось бы, говорить на такие серьезные темы, на тему городского хозяйства, уборки снега. На эту тему говорилось очень много. Мы и раньше говорили, и будем дальше говорить, и вопросов. Я знаю, что у телезрителей очень много. И обсуждается она. Поэтому начнем мы с комитета по благоустройству, потому что два комитета у меня здесь не просто так. Это два комитета, которые работают в тандеме. Комитет по благоустройству отвечает за состояние дорог, магистралей, тротуаров. А жилищный комитет, это, конечно, крыши, это дворы, это внутридомовые территории. Начнем мы с комитета по благоустройству. Вы не так давно вступили в эту должность, и сразу на вас обрушился вот этот снегопад вообще. Так много проблем, так много снега. И вывоз вот этих всех сугробов. Вот все это легло на ваши плечи. Как вообще вы справляетесь, справились? И как будете справляться? Потому что впереди у нас только еще декабрь заканчивается. Январь, февраль и март тоже бывает снежным. Да, дорогие петербуржцы, здравствуйте. Ну, зима, она, в принципе, подразумевает того, что идет снег. И на нас, в принципе, ничего не обрушилось. Мы провели прекрасный, настоящий снежный декабрь. Да, действительно, выпало порядка 85 сантиметров снега на город. Дорожными службами вывезено практически миллиона 300 кубометров снега. Это фактически весь объем, который был вывезен за прошлую зиму. Страшная цифра, сейчас у нас миллион. Я всегда говорю, но дорожные службы, в общем-то и целом, очень достаточно хорошо справляются с этой работой. Вы видите, центр города достаточно чистый. Мы попытаемся создать настроение для жителей, для гостей города. Но при этом, конечно же, не забываем и спальные районы. Вот когда произошла аномальная ситуация, когда произошли залповые снежные такие заряды, которые выпали на город, мы перегруппировали свои силы и дорожные предприятия, которые быстрее справились со своими проблемами в своих районах, пришли на помощь центру города. И вот в ночное время, когда все... Перегруппировка произошла? Конечно, да-да-да, мы перегруппировались. И в ночное время, конечно же, постарались все сделать так, чтобы, опять-таки, центр города Петербурга выглядел нарядно, красиво, как, в принципе, тому и должно быть. А новогодняя-то ночь, вот вы готовы, на самом деле, выйти? Конечно. Если вдруг случится опять какой-то вот страшный, лютый такой снегопад, метель и так далее. Мы точно знаем, что страшного лютого снегопада не будет. То есть вы держите на прогноз? Конечно, конечно. Я теперь просыпаюсь с прогнозом и засыпаю вместе с ним. Вот. Но, конечно же, все службы приведены в повышенный режим готовности. Будут работать и садово-парковые хозяйства, которые будут создавать все условия для того, чтобы жители вышли гулять на улице и, соответственно, убрать быстро то, что останется от праздничных фейерверков и того мусора, который останется, так или иначе, на территории парков, скверов, уличной дорожной сети. Конечно же, мы готовы. Переходим тогда к жилищному комитету, потому что крыша, крыша, это то, что волнует петербуржцев. Они хотят знать, петербуржцы, как будут чиститься крыши, насколько эта работа безопасна, как все будет организовываться внутри дворов, как будут вычищаться дворы. Жилищный комитет инспектирует. Я знаю, что усилились бригады, инспекции происходят постоянно. Объекты постоянно под контролем. Правильно я говорю? Конечно же. Сейчас все силы и средства, которые находятся в распоряжении управляющих организаций, мобилизованы полностью. И несмотря на то, что природа в этом году не дала нам ни одного лишнего дня на разминку, на осеннюю раскачку, я уверен, что большинство дворов сейчас уже почищены, и граждане могут радоваться и наслаждаться зимней сказкой, которая нас радует эта зима, без каких-то препятствий. Ну а когда мы говорим о крышах, да, действительно, это историческая проблема Петербурга, это исторический вызов, с которым мы уже привыкли справляться. Больше 13 тысяч кровель ежегодно необходимо чистить от снега. Это скатные кровли, преимущественно в центральных районах Санкт-Петербурга. 13 тысяч, а почистили их уже 18 тысяч раз. А, то есть это уже... Конечно же, некоторые кровли почищены уже по два, а некоторые по три раза. Ну, вы первый раз у нас в гостях в эфире, и я помню, вы говорили, очень важно еще разделять. Есть подведомственные здания, которые находятся у арендаторов. Они должны эти здания чистить. А ваша задача контролировать, как они это делают, правильно я тоже говорю? Задача контролировать, это задача инспекции, это задача административной технической инспекции. Действительно, в Санкт-Петербурге, если говорить всего о цифрах, порядка 24 тысяч жилых домов и больше 40 тысяч нежилых зданий, которые также требуют ухода и уборки. И за своевременностью выполнения работ на таких объектах следит государственная административно-техническая инспекция. Подводя итоги года, я, конечно же, подвожу итоги своей работы на посту начальника этой инспекции. Ну а сегодня, как представитель жилищного комитета, конечно, больше внимания уделяю очистке дворов. А вот как вы вообще в целом оцениваете состояние сейчас в городе? Потому что непростой все-таки для вас период. Пришелся, вот тоже выпал этот снегопад, и тоже как раз вы вступили в должность. Получается, что очень много работы, и вот так вот все сразу. Мы справляемся. Мы, безусловно, справляемся. Хотя в первые дни были задержки с мобилизацией тех сил и средств, которые находятся в распоряжении управляющих организаций. Немножко отстали частные управляющие организации, которые управляют больше, чем половиной жилого фонда. Но сейчас ситуация нормализовалась. Работа идет ритмично, в плановом порядке. Новогодние праздники, выходных ни у кого нет. Все готовы. Люди дежурят и в новогоднюю ночь для того, чтобы чисто было не только на уличной дорожной сети, но и на внутриквартальных территориях. Василий Анатольевич, а вот вы между собой постоянно взаимодействуете, получается? Конечно, мы даже сейчас вместе, вдвоем стоим. То есть у вас там, вы постоянно на связи? Обязательно. Вам приходится постоянно что-то контролировать? Все регламенты, которые обеспечивают порядок в городе, они, конечно же, прежде всего сопрягаются два комитета. Ведь по обрезу здания, выходы из арки, фактически, здесь ответственность жилищного комитета, уличные дорожные тротуары, как бы, это уже ответственность комитета. Ну вот что касается крыш, например, да, очень часто спрашивают. Одни чистят крыши, сбрасывают на тротуар, огороженная территория. А с тротуара кто это убирает, получается, тоже? Сейчас нам удалось синхронизировать эти работы. Мы договорились о том, что жилищные службы, сбросив снег с кровли, немедленно убирают его в лотковую зону, для того, чтобы освободить проход пешеходов. Ну а дальше в рамках того графика уборки, который контролирует Василий Анатольевич, уже осуществляется уборка и вывоз его с улично-дорожной сети. Сейчас таких сложностей уже не возникает. А вот шквал звонков, горячие линии, у обоих комитетов постоянно работают. Постоянно приходится принимать жалобы, выезжать на какие-то локации. Вы вообще все жалобы, да? Ну, конечно. Постоянно работает телефон горячей линии в комитете по благоустройству, в жилищном комитете. Олег Кюрьевич достаточно активно тоже работает с населением. Это наша сейчас основная работа. Оперативно отвечать на те жалобы и вызовы, которые нам диктует и погода, и погодные условия. Поэтому я уверен, что мы, службы, готовы для того, чтобы создать максимально комфортные условия для жителей, для того, чтобы они могли с удовольствием встретить вот эти новогодние длинные каникулы. В 2022 год с чем хотелось бы вообще прийти? Ну, хотелось бы, чтобы у каждого петербуржца сбывались его мечты и желания. И чтобы петербуржцы как можно меньше знали о таких людях, как мы. На самом деле, мне кажется, что вас как раз нужно знать, потому что люди должны знать, кто отвечает за ту или иную сферу, почему нет. Ну, конечно, да. Я всегда говорю, что комитет по благоустройству, я вообще называю комитетом красоты. Потому что помимо снега и вот всех тех неудобств, с которыми мы боремся, мы еще высаживаем огромное количество в садах и скверах цветов. Там более 5 миллионов только в 2021 году было высажено однолетних цветов. Постоянно благоустраиваем пространство, комфортная среда. Это такой достаточно серьезный тренд. 43 пространства в 2021 году было сделано на радость петербуржцам и гостям. И 2022 год, я абсолютно уверен, что будет такой же плодотворный, успешный. И жители многих районов Санкт-Петербурга, опять-таки, получат комфортную среду. Ну, стоит напомнить, конечно, что с окончанием зимы работа никак не закончится. И у вас тоже будет очень много работы. И весна для вас тоже сложное время? Конечно же. Ведь зима заканчивается и начинается подготовка к зиме. Но, вот Василий Анатольевич похвастался общественными пространствами, а мы с коллективом жилищного комитета недавно подвели итоги исполнения годового жилищного плана. Это та работа, которую ведет жилищный комитет по содействию жителям Петербурга в улучшении жилищных условий. Почти 7600 семей в этом году получили квартиры или меры государственного содействия от правительства Санкт-Петербурга. Это очень большая, едва ли не рекордная цифра. А с учетом того финансирования, которое выделено на 2022, 2023, 2024 год, я думаю, что эта цифра будет гораздо больше 10 тысяч человек, которые получат поддержку от Петербурга и смогут улучшить свои жилищные условия. Поэтому, да, снег растает, а работа продолжится. Ну и хотелось бы спросить, конечно, вот кадрового вопроса вообще хватает ли сотрудников, что в комитете по благоустройству, что в жилищном комитете? Мы стараемся. Стараемся. Сотрудников не хватает всегда, но правильный путь – это не увеличение штатной численности, а это оптимизация этих процессов, которые мы реализуем. И в рамках этой оптимизации мы постоянно стараемся повысить эффективность нашей работы для того, чтобы теми ресурсами, которые у нас есть, выполнять больший объем работы. Я очень благодарю вас за то, что вы, несмотря на такой холод, пришли к нам в нашу импровизированную студию, рассказали о своей работе, рассказали о планах на 2022 год. А сейчас к нам присоединится моя коллега Катерина Семина. У нее те, кто отвечает за коммуникации, за ремонт труппы, и это тоже люди, энергетики, которые постоянно работают вместе с комитетом по благоустройству и с жилищным комитетом. Катерина Семина на связи. Да, несмотря на то, что сейчас действительно холодно, я напомню, что декабрь был самым морозным за последние 20 лет. И это не мои данные, это данные синоптиков. И несмотря на такие температурные рекорды, я могу сказать, что моя импровизированная студия, наверное, самая теплая, потому что сейчас рядом со мной находятся представители теплосети и Гуптека. Я предлагаю долго не готовиться, а сразу перейти к разговору. Во-первых, благодарю вас, что вы пришли в такой холод к нам. Начну с вас. Игорь Михайлович, скажите, пожалуйста, какие-то итоги года. Давайте подведем, как он прошел для вас и как прошла эта зима, главное. Ну, эта зима еще не прошла. Но она уже идет. Она идет, да. Итоги. Нам есть что рассказать. Мы полностью выполнили план реконструкции тепловых сетей, источников центральных тепловых пунктов. У нас переложено 157 километров сетей. У нас реконструировано 26 котельных и 30 центральных тепловых пунктов. Мы удовлетворены своей работой. И, в общем-то, повысили серьезную надежность работы нашего оборудования. И с оптимизмом смотрим в будущее. Ну, цифры масштабные. Я предлагаю послушать у ваших коллег. Дмитрий Николаевич, как прошел этот год у вас? Ну, год прошел в целом тоже хорошо. Значит, у нас выполнена реконструкция 63 объектов общей протяженностью порядка 40 километров. Из значимых объектов это магистраль Пороховская, так называемая. Ну, вот наша повышена надежность порядка 300 тысяч, точнее, улучшено теплоснабжение порядка 300 тысяч жителей города Санкт-Петербурга. Вот. Кудрово, Невский район, Красногвардейский район. Вот. Выполнено капитальный ремонт более 24 километров сетей по Санкт-Петербургу. То есть, мы подготовились, опять же, к отопительному сезону в этом году качественно, хотя в очень сжатые сроки. Вот. Как вы знаете, у нас отопительный сезон закончился в середине мая. А начался, говоря словами Андрея Сергеевича Бондарчука, беспрецедентно рано, то есть 20 сентября. То есть, перерыв у вас был буквально небольшой? Да, абсолютно верно. Значит, у нас проходил чемпионат мира по футболу, чемпионат Европы по футболу. У нас проходил экономический форум. Значит, на данный период у нас был так называемый период тишины. То есть, мы не могли выполнять регламентную работу с отключением потребителей. Вот. И вот в этот короткий срок мы готовились к отопительному сезону 21-22. Ну, то есть, работа и у вас, и у вас проведена большая. Если говорить про какие-то трудности, сложности, с которыми вы сталкивались в этом году, что это было и было ли вообще? Ну, вот я уже озвучил, это короткий промежуток по подготовке к отопительному сезону. Значит, за этот период были выполнены все необходимые мероприятия по подготовке сетей к отопительному сезону, гидролитические испытания, испытания на максимальную температуру, техническое освидетельство, экспертиза промышленной безопасности сетей. Вот. Регламентные работы, ремонтные работы были выполнены именно в рамках подготовки. Вот. В этом сложности. Ну, то есть, если зима будет дальше такая же холодная, вы к ней готовы? Да, мы к ней готовы. Это самое главное. Если говорить про трудности в вашей работе, было ли с чем вы с таким столкнулись? В нашей работе, к сожалению, без трудностей не бывает. Трудности не всегда есть, но на то мы и выходим каждый день на работу. Большой армией теплоэнергетиков, персонала, чтобы эти трудности преодолевать. Все мы их успешно преодолели и, в общем-то, те задачи, которые нам ставились, мы их выполнили. На сегодняшний день мы научились превентивно определять повреждения и работать на опережение на тепловых сетях. У нас 114 километров тепловых сетей охвачено постоянным мониторингом. Мы слушаем, как работают наши тепловые сети и при любом отклонении акустическом. Мы выезжаем на место и, работая с опережением, устраняем повреждения, которые только еще начинаются. То есть современные технологии внедряются в работу? Да. Мы внедряем постоянно инновации. Значит, мы широко используем внутритрубную диагностику. В преддверии отопительного сезона у нас работал робот-диагноз внутритрубно. Мы определили 24 утонения трубопроводов, локально отремонтировали их. В общей сложности поменяли 240 метров трубопроводов и повысили тем самым надежность тепловых сетей при работе в отопительном сезоне. Поэтому мы продолжаем дальше работать в этом направлении. В 2022 году ставим перед собой задачи. Вы как раз следующий мой вопрос предугадали. Планы на будущее? Давайте сразу поздравления, чтобы долго не тянуть и вас тоже здесь не поразит. В 2022 году, я думаю, что у нас будет повод еще раз встретиться и уже доложить о том, что объемы будут сделаны больше и будет много позитива и будет о чем переговорить. А горожан, конечно, от всей души я поздравляю с наступающим Новым годом. Пусть у вас всегда будет тепло, пусть рядом с вами будут близкие, будут все здоровы. Ну а коллегам-энергетикам желаю, чтобы все новогодние каникулы прошли спокойно, без эксцессов. Благодарю вас, Дмитрий Николаевич. Давайте тоже как-то про планы на будущее и поздравления, раз у нас есть еще полторы минуты в эфире. Ну, планы на будущее у нас. Мы также продолжаем работать 24 на 365. То есть не переставая, то есть поддерживаем город в теплом режиме квартиры, горожан. Вот. Планы по реконструкции также есть, они выполняются. Уже мы перешли к их выполнению, то есть проложены трубопроводы-дублеры на участках сетей, которые ранее запланированы к работе. Вот. От себя хотелось бы поздравить петербургцев с наступающим Новым годом. Вот. Ну а мы будем продолжать прикладывать все свои силы для поддержания тепла и уюта в домах и наших горожан. Я вас благодарю. Спасибо большое. Я хочу передать тепло из нашей импровизированной студии в Сибкабельпорт. И сейчас находится моя коллега Полина, которая как раз обсудит социальную политику в Санкт-Петербурге. Полина, тебе передаю слово. Катя, спасибо. Да, тепло нам здесь действительно не помешает. Здесь достаточно прохладно. А я готова подвести итоги года с точки зрения социальной политики вместе с комитетом. По социальной политике с нами сегодня очаровательная Елена Николаевна. Во-первых, хочу вас поздравить со вступлением в должность председателя комитета. Спасибо огромное. Во-вторых, мне кажется, что ваш комитет, наверное, один из самых масштабных. У вас огромный пласт работ. Это и поддержка многодетных семей, это и поддержка пожилых людей, и тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Как прошел этот год? Давайте подведем некоторые итоги. Вы абсолютно правы. Потому что в нашем ведении, помимо учреждений, в которых находится 9 тысяч подопечных, у нас еще охват нашими мерами социальной поддержки, нашими программами, мы составляем более 65% населения. То есть от 5 миллионов в 3 миллиона – это зона нашей заботы, нашего внимания и персонального сопровождения. И нам кажется, что благодаря работе наших коллег, благодаря активному взаимодействию с негосударственным сектором, нам удалось в этом году еще больше подойти к индивидуальному решению проблем конкретных граждан. Появились новые программы, новые меры социальной поддержки, новые услуги, которые мы предоставляем нашим гражданам. И все это, конечно, способствовало, безусловно, повышению качества жизни наших граждан и их настроения. Я думаю, что перечислять конкретные меры поддержки просто невозможно, потому что мы займем весь эфир, потому что пока каждый перечислишь, просто не хватит времени. Но в следующий год, 2022, вы вступаете уже в должности председательного комитета. Какие есть планы, какие надежды на следующий год? Это очень ответственная должность, это очень ответственное поручение, когда в зоне нашего внимания находятся люди, которые еще находятся в утробе мамы, еще не рождены, и те, которые завершают свой жизненный путь. И поэтому здесь и проблемы, они очень индивидуальные, подходы должны быть соответствующие быть. От сопровождения детей и семей, нуждающихся в особой поддержке государства. И мы знаем, что и президент нашей страны, и губернатор Санкт-Петербурга очень много уделяет времени и сил, и программам, те, которые поддерживают семьи с детьми, потому что это тема номер один, мы знаем, что у нас падает рождаемость, мы зашли в яму 90-х, в демографическую яму, и нам нужно улучшить и способствовать выходу из состояния бедности, неравенства тех семей, которые имеют в своем составе детей. И мы понимаем, что сейчас основной флагман – это поддержка семьи и детьми. Второе, безусловно, очень важное направление – это поддержка нашего старшего поколения. Это наши герои, это наша гордость, и мы должны сделать все для того, чтобы их сегодняшний день 1,2 млн, и это значительная часть нашего города, и это лучшая часть нашего города, поэтому с точки зрения социальной сферы мы подключаем еще и медицинскую сферу, потому что, решая проблемы взрослого старшего поколения, мы не можем в одночасье и только одной сферой их закрыть. Как правило, это медико-социальные программы, прежде всего. Это прекрасно. Спасибо вам огромное за работу, которую вы делаете. К сожалению, время ограничено. Слушала бы вас и слушала. Сейчас хочу передать слово на Дворцовую площадь. Там мой коллега Юрий Щербаков. Я думаю, Юра, тебе есть что добавить к этой тематике. Большое спасибо за работу, Полина. Ну и, конечно же, добавить есть что. Напоминаю, что в следующем году бюджет Санкт-Петербурга останется социально ориентированным, причем это была принципиальная задача и принципиальная позиция как представителей законодательной власти, так и власти исполнительной. И большинством голосов именно такой направленность бюджета на 2022-й плановый период 2023-2024 годов был поддержан. Он депутатами в третьем чтении подписан, ну и далее, вернее, одобрен, а подписан уже губернатором города Александром Дмитриевичем Бегловым. В эксклюзивном интервью нашему телеканалу глава города не только подвел итоги 2021 года, но и поздравил всех петербургцев с наступающим. Скажите, пожалуйста, вот какие задачи вы ставите перед своей командой в будущем году? Вот главная задача. Самая главная задача – это обеспечение безопасности и улучшение качества жизни наших жителей. Чтобы было безопасно и комфортно жить. Да, это в первую очередь. В заключении, ваши пожелания. 2022 год. Петербург, петербуржцам, нашим зрителям, зрителям телеканала «Санкт-Петербург». Пожалуйста. Прежде всего, я бы пожелал всем здоровья. Это самое главное на сегодняшний день. Чтобы берегли себя, своих родных и близких. И чтобы мы все справились с пандемией. И если мы говорим про итоги в самых красивых местах, хотя Петербург – одно большое красивое место, одна большая гигантская яркая декорация, то, безусловно, самые атмосферные комментарии из самых ярких праздничных локаций. И только для вас, уважаемые телезрители, все те, кто сегодня смотрит наш телеканал и, в частности, подводит итоги этого года вместе с нами. Итак, впереди год 2022. Вместе с тем мы вступаем, ну, фактически в новую эпоху. Эпоху обращения с твердыми бытовыми отходами. Мы немало посвятили эфиров в 2021 году. А что же это такое реформа? Какие изменения нас ожидают? Но до сих пор у многих остались некоторые вопросы относительно деталей того, что нас ждет уже через практически полтора дня. Что ждет не только город в целом, но и нас с вами. И мы переносимся на Елагин остров, где находится наш корреспондент Елена Аспаева. Конечно же, не одна. Елена, вам слово. Здравствуй, Юра. Добрый вечер все наши телезрители. Сразу представлю нам человека, который компетентен отвечать на все те вопросы, которые касаются не просто каждого горожанина, но и призывают все больше и больше людей становиться сознательными и активными экологичными жителями нашего города. Это председатель комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности. Ну вот Юра уже пытается заглянуть в будущее, уже пытается с первого числа обсуждать реформу, которая подходит уже к своей самой активной части. Но давайте сначала проводим старый год и послушаем, какие у нас, может быть, есть отрадные, может быть, любые другие итоги по работе комитета. Что-то лучше становится у нас годом каждым. Добрый вечер, уважаемые петербуржцы, добрый вечер, уважаемая студия. Действительно, комитет по природопользованию заканчивает 21 год с хорошими итогами. Мы очень хорошо поработали по вопросам, связанным с очистными работами. Мы закончили работы, связанные с национальным проектом экологии, закончили реку Смоленко по одной очистке. Провели этапы по очистке реки Карповки и Глухарки. Дальше очень большие показатели сделали по обороту опасных отходов. Собрали порядка 42 тонн опасных отходов. Развернули 4... А к опасным мы относим вот те же градусники, батарейки, да? Батарейки, градусники, рту содержащие лампы и все остальное. То есть все то, что может загрязнять почву и атмосферу. Да, то, что наносит, скажем так, максимальный ущерб нашей экологии и нашей природе. То, что не разлагается и то, что, скажем так, не перерабатывается. 42 тонны собрали, открыли 4 мобильных пункта по приему отходов опасных. То есть можно сдать лампочки, батарейки, автомобильную резину. Собрали 9 тонн автомобильной резины. То есть горожане, они сдают это значимо, потому что, к сожалению, я вот посещаю Ленинградскую область, ну просто как турист, просто как житель Санкт-Петербурга. Я вижу, что в лесу просто валяются, скажем так, отходы шиномонтажа. Резина, она валяется везде, это наносит большим ущерб природе. Поэтому открытие этих эко-пунктов, оно способствует, чтобы граждане сдавали это туда, переработку и так далее. Конечно, вопросы касаются экологии. Это открытие даже детской тропы Лукоморья, которую мы открыли в нашем заповеднике. И достаточно пользуется большим успехом у горожан и у детей, в том числе, в том числе, а в основном у детей. Но эко-тропа – это же не просто прогулка, это ознакомление с природой и углубление в то, как относиться к ней, что делает для нее полезного. Да, конечно. Мы очень много уделяем внимания экопросвещению. То есть у нас все на сайте, и мы достаточно много проводим семинаров, встречи с детьми. И даже вот наши эко-боксы для приема, скажем так, батареек, руки с сидящих ламп, они располагаются в школе. Мы пытаемся сразу приучать детей к раздельному сбору отходов, чтобы они понимали. Но теперь, да, вот буквально с последним боем курантов, за сбор, транспортировку, утилизацию, хранение будет отвечать уже один единственный оператор. Это вот непосредственно мусорная, так называемая, реформа. Мы успеваем без пробуксовок перестроиться? Да, совершенно верно. У нас 1 января 2022 года у нас стантует мусорная реформа. Выбран региональный оператор, это акционерное общество Невский экологический оператор. Участниками или акционерами это общество является правительство Санкт-Петербурга, правительство Ленинградской области, Интеррау и Банк ПТБ. Основная их задача, это, конечно, вывоз отходов, которые образуются от ЭКО. То есть на них лежит вся ответственность, связанная со сбором, транспортировкой, утилизацией, переработкой безвреженными этих отходов. На сегодняшний день я могу сказать, что большую работу провел несколько экологических операторов совместно с нами, с администрациями районов, потому что действительно переход на новую, скажем так, на новые рейсы мусорной реформы, он достаточно сложный. И во всех регионах это проходило всегда, скажем так, с какими-то шероховатостями. Мы пытаемся все это исключить с помощью, скажем так, совместно с районными администрациями, с жилищными коллективами. Ну и жителям, наверное, города тоже желаем, чтобы они прикладывали к этому руку. Да, жителей, просим не беспокоиться, несколько экологических операторов в период новогодних праздников вывезет все из мусора, который он увидит, это его основная задача. Поэтому и завтрашний день, и все выходные дни праздничные мы совместно с блоком жилищно-кудровольного хозяйства будем вымечать город, смотреть, давать наставление нашему местному экологическому оператору, что вывозить, куда везти, и чтобы не было жалоб от наших людей. Ну, я надеюсь, что жалоб не будет, потому что настроение у всех должно быть хорошее. И только при плохом настроении у людей возникает желание куда-то написать какую-то жалобу. Ну, а на экране вы сейчас увидите, если что, телефон горячей линии. Если вдруг что-то не вывезли, я желаю всем хорошо проводить этот год и весело встретить новый. Будем надеяться, что он будет лучше, чем этот. Юра, я передаю тебе слово. С Новым годом! Большое спасибо, Лена. Вас с наступающим. Ну и, безусловно, мусорная реформа. То, чего мы ждали, не ждали. Здесь, пожалуй, могут разделиться мнения на два категорически и настроенных лагеря, но это то, что непосредственно является частью нашей жизни, то, что давно уже должно было стать этой важной частью. Все-таки мы говорим об экологии все чаще, все-таки мы говорим все чаще о наших детях, о наших потомках и сохранить эту прекрасную планету, этот замечательный город для них, не то чтобы в первозданном, но в чистом виде, в максимально возможном чистом виде, зависит сегодня уже здесь, сейчас от каждого из нас. И если мы сегодня говорили о здравоохранении, говорили о мусорной реформе, мы сегодня обсудили энергетику и благоустройство Санкт-Петербурга, неотъемлемая часть города, это, конечно же, его деловая общественность, бизнес. И я рад приветствовать председателя Санкт-Петербургского регионального отделения деловой России Дмитрия Панова. Дмитрий, очень приятно, что вы нашли время и в тот момент, когда все спешат закупиться подарками, если такового еще не сделали ранее. Вы сегодня с нами здесь находитесь и готовы от лица деловой общественности, может быть, ответить на несколько вопросов. Добрый вечер. Конечно, сейчас все спешат приобрести подарки и сами понимаете, что деловое сообщество города продолжает работать. И только с боем курантов они на немного совсем прервутся. В тот момент, когда декабрь практически весь год кормят, но в части бизнеса, я думаю, что бизнес сейчас активно устремлен. Не так давно стало известно, что кафе, рестораны, торговые центры пока без QR-кода до 2 января работают. Как бизнес-общественность оценила этот фактический подарок? Или он был уже не к месту? Не так вовремя? Вы знаете, я обращу еще на два момента, очень важных, которые вместе с QR-кодами, соответственно, пришли в поддержку как раз предпринимательского сообщества. Это то, что разрешили кафе, барам и ресторанам работать в новогоднюю ночь. Это очень важное подспорье, потому что, как вы знаете, именно в этот день можно действительно заработать на несколько месяцев вперед и получить дополнительную поддержку. На это пошли действительно Роспотребнадзор и правительство нашего города. Вы знаете, этот год был действительно очень сложный. Я не найду, наверное, ни одного предпринимателя в нашем городе, который скажет, что его не коснулось. Потому что так или иначе все предпринимательское сообщество с друг другом связано. И, безусловно, те меры поддержки, как вы знаете, совсем недавно был утвержден четвертый пакет поддержки в 16 миллиардов рублей. Причем это региональный, есть еще федеральные меры поддержки. Абсолютно точно. И я вам могу абсолютно взвешенно сказать, что если будут появляться новые вызовы, новые штаммы, то, безусловно, вместе с правительством города мы будем работать над новыми пакетами мер поддержки и, безусловно, будем взвешенно подходить. Потому что, как вы знаете, в Петербурге не были введены, как и во всей стране, и не шло обсуждение введения QR-кодов на транспорте. Но сейчас очень важно как раз консолидировать усилия с точки зрения привлечения в город инвестиций. На последнем заседании в законодательном собрании губернатор нашего города очень важные слова сказал, что сейчас восстановление как раз в том числе экономики городов зависит от тех инвестиций, которые в него придут. Действительно, сейчас нужно разворачивать новые спектры, которые не были достаточно долгое время в Петербурге. Это и государственно-частное партнерство, и офсетные контракты. И, как вы знаете, одна из инициатив, благодаря которой в Санкт-Петербурге особые экономические зоны стали самые лучшие в нашей стране, мы очень рассчитываем на то, что придут новые промышленные заводы, что будет новая занятость. Поэтому мы уверенно смотрим в следующий год, и самое главное, мы продолжаем взаимодействовать с органами исполнительной власти. Только сообща можно добиться какого-то общего результата, причем того результата, к которому стремятся практически все и каждый. Правильно ли я понимаю, вот такое большое количество и перспектив перечислили, и тех дел, которые прямо здесь и сейчас буквально происходят, и тех планов, которые предстоит выполнить. То есть бизнес, деловая общественность, вопреки мнениям скептиков, не остановилась в каком-то анабиозе, пандемии. Вот уже второй год. Она продолжает работать. Ну, вы знаете, что индекс промышленного производства в Санкт-Петербурге продолжает расти. Вместе с этим мы встречаем все новые и новые вызовы. Вы видите, что и ключевая ставка сейчас растет, поэтому нам нужно, безусловно, консолидировать усилия. Тем более вы знаете, что есть указ президента, согласно которому инвестиции в основной капитал предприятий к 30-му году должны повыситься на 70%. И сейчас очень важно найти ресурсы, которые действительно позволят это сделать. Петербургские бизнесы, петербургские предприниматели, они эталонные, можно сказать, в принципе, для всей страны. Они очень отзывчиво ведут, когда правительство что-то говорит, что нужно исполнять. Роспотребнадзор, как вы знаете, целую неделю приглашал разные спектры петербургского бизнеса для того, чтобы договориться о вакцинации сотрудников, для того, чтобы не вводить ограничительные меры. Это было очень важно. Мы не ввели в тот период, когда многие регионы ввели, мы не ввели вот эти ограничительные меры. Не локдаун. Локдауна не было. И все, кто говорят, это неправильно, они употребляют это слово. Конечно. Работа продолжалась в условиях ограничений. Если мы говорим, бизнесу идет поддержка, бизнес работает, где-то, говорят, выживает, где-то работает, где-то даже наверстывая те проблемы 2020-го, вышел наоборот, на показатели, которые еще были в допандемийные годы. А мне, простому жителю Санкт-Петербурга, объясните, ну мне-то какое дело для того, что бизнес так успешный? Почему меня тоже должно это волновать? Почему мне тоже должно быть важно, чтобы у вас, как представители бизнеса, деловой общественности складываться хорошо? Ну, во-первых, давайте мы все-таки будем честны, 45% работающих жителей Санкт-Петербурга, они работают в секторе малого и среднего предпринимательства. Это очень большой показатель. И, безусловно, сейчас, когда мы видим, что и инфляция есть, и она продолжает расти, безусловно, очень важно, чтобы в городе развивалось промышленное производство, чтобы повышались зарплаты. Главное, чтобы увеличивался бюджет города. Тогда, соответственно, смогут и увеличивать пенсии, и поднимать зарплаты. Это все взаимосвязано. Поэтому вы, как петербуржец, как человек работающий, безусловно... Я опять принимаю взаимосвязь, что все зависит от всех, и каждого, и вместе с тем только в цепке мы можем добиться общего результата. Мне кажется, это ключевая фраза этого года. Дмитрий, ну и ограниченному времени в эфире буквально 10 секунд на поздравление, обращение к делу общественности, к бизнесу нашего прекрасного города. Вы знаете, дело в том, что деловое сообщество — это тоже жители нашего города, и это те люди, патриоты, которые любят наш город и не собираются никуда, ни в коем случае двигаться, даже если здесь будет очень сложно. Поэтому хочется пожелать крепкого здоровья, хорошего настроения. А самое главное, в период, когда действительно меняется экономика, найти правильную нишу и найти в ней себя. Поэтому крепкого здоровья, петербуржцам и, конечно, хорошего настроения. Большое спасибо, Дмитрий. С нами был председатель Санкт-Петербургского регионального отделения Деловой России Дмитрий Панов. Ну и подводя черту этой встречи на морозном открытом воздухе, декабрьском предновогоднем эфире до Нового года. Остается чуть больше суток, 2021 год. Да, он был непростым, но, безусловно, был продуктивным. Хотя, если мы возьмем любой год, в любое время, про каждый можно сказать именно так. Искренне верю, что в следующем, в 2022 году борьба с коронавирусом будет окончена и победа будет, конечно же, за нами. За нами и за вами. А, собственно, разделять-то это, наверное, некорректно. Учитывая весь наш эфир, сегодня мы говорили только о взаимодействии, только о сотрудничестве. Потому что только сообща мы являемся той силой, которая способна победить всех и вся. Итак, впереди 2022 год. Что нам несет? Никому, безусловно, неизвестно. Ясно, что зависит все от нас самих в частности и от всех вместе в целом. Так что действуем сообща. Через полтора дня январские выходные. Выдыхаем, набираемся сил и только вперед. Только вперед. На встречу новым приключениям, на встречу новым свершениям. Ну и я предлагаю теперь в завершении эфира вновь перенестись на Манежную площадь, где находится моя коллега Лидия Вельба. И, Лидия, я как понимаю, вы уже нашли тех, с кем будете проводить этот Новый год. Да, Юра, компания действительно подобралась отлично. И ритмы звучат зажигательные, латиноамериканские. Вы их еще услышите обязательно в полном объеме. Здесь со мной рядом Хайма и Карлос. Не могу не рассказать вкратце их удивительную историю. Она никого не оставит равнодушным. Хайма приехал из Перу, Карлос из Колумбии. Они приехали до пандемии, но так потом получилось, что коронавирус закрыл для нас, для всех границ. И дома они, к сожалению, вернутся, как планировали, не смогли. Сначала, конечно, переживали, но как же родные, близкие, родина все-таки. А потом стали философски к этому относиться, мол, так тому и быть. Сдружились здесь крепко, организовали свою музыкальную группу, оба с музыкальным образованием. Группа называется «Секста Флетча», «Шестая стрела». И стали здесь писать свои песни. И так уже живут второй год. Вот единственное, насколько я поняла, все-таки с Климатом еще не очень сильно подружились. Но сейчас мы узнаем, как вообще, как им нравится ли здесь в Петербурге. Хайми говорит, что потрясающие люди здесь, очень позитивная энергия. И, собственно, она и вдохновила их на создание этой группы. Да, климат, конечно, суров, но они к нему потихонечку привыкают. А у Карлоса давайте узнаем, что он пожелает для нас, для всех и для Петербурга. В 2022 году Карлос Кедесе с Санкт-Петербургом. Генералин Довмейн 22. Мне очень желаю любви, здоровья в ваших сердцах, здоровья и, во-первых, чтобы коронавирус сгинул для всегда и все свои варианты. Карлос, конечно, желает всем любви, в первую очередь, потому что любовь спасет мир. Потом, конечно же, желает здоровья и чтобы коронавирус сгинул просто из нашей жизни. Исчестно всегда вместе со всеми его штаммами. Я присоединяюсь к этому пожеланию. Желаю вам тоже всем здоровья. И в качестве новогоднего подарка наши латиноамериканские друзья дарят свою песню. Она называется «Кафе Латте». В переводе это «Кофе Латте», но здесь такая тонкая игра слов. «Эль Курасон Кесе Латте» — это сердце, которое бьется. Давайте послушаем. С Новым годом, друзья! Сейчас «Кафе Латте». «Кафе Латте» — это любовь. «Кафе Латте» — это любовь. «Кафе Латте» — это любовь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok